Шалом! Мы с вами продолжаем законы изучения Торы, конец третьей главы. Напоминаем краткое содержание предыдущих серий. Первая глава говорит про то, каким порядком должны учить дети. Вторая глава про взрослых, в частности, которые начали учить позже. Третья глава, чтобы достичь большей концентрации, в частности, это рассматривается через, до сих пор мы рассматривали через призму, жениться раньше, жениться позже. Сейчас чуть-чуть меняется, хотя, по большому счету, упирается снова таки, каким образом это должно быть максимально хорошо. Все вышесказанное относится к человеку, который живет за счет собственного труда, если же за него работают другие. То есть, есть человек, которого могут обеспечить. Кто может обеспечить? Тесть. Иногда папа. Иногда тесть, это не смех, на протяжении многих столетий была практика очень распространенная, что тесть брал на себя на первые несколько лет, несколько лет, заботу не только о своей дочке, а о ее муже, чтобы он мог учиться, и о маленьких внуках, пока не совсем маленькие. И сейчас, сегодня это чуть-чуть реже, но снова таки, в богатых литовских семьях, это очень распространено, что тесть должен дать квартир, тесть должен обеспечить на несколько лет учебу и так далее. Это действительно так. Снова таки, речь идет про сравнительно небольшое количество людей, которые действительно весьма на хорошем уровне, и которые хотят заполучить очень выдающегося жениха, скажем так, который действительно показывает очень хорошие успехи в учебе. Снова таки, здесь добавляется, есть индивидуальные благотворители. Сегодня такое тоже есть понятие, как всякие стипендии и так далее, когда есть ученик, который тянет очень хорошо, то во многих ешивах ему находят спонсора и так далее. Главное, чтобы он мог сконцентрироваться на учебе. И в прямом смысле, генно и ношно, потому что вопрос, сколько человек учится. Сколько человек должен учиться, находясь в ешиве? Часов в день? Сколько? Я спрашиваю у людей, здесь, насколько я понимаю, Эдуард у нас экстерн, сколько человек, который находится в ешиве, должен учиться. Сколько? Во второй главе мы говорили про человека, который работает, что он должен работать 3 часа и 9 часов учиться. Это мы говорили про человека, который работает. Про него мы говорили, что он должен учиться 9. Поэтому мне прозвучало немножко издевательским услышать 6. Я говорю то, что написано про человека, который работает. Написано 9 часов учиться и 3 часа работать. Если кто-то из вас сейчас мне скажет, ну мне тоже нужно работать, то есть я здесь учусь, но там те же 2-3 часа я подрабатываю, потому что мне нужно заплатить за учебу, мне нужно по мелочам, меня никто не поддерживает. Бесседер, я могу сказать, Бог с тобой золотая рыбка, ты прав. Но если мне кто-то говорит, ну что, а мне тяжело учиться, поэтому буду учиться 2 часа. На этот ответ, если это человек, который не в Ешиве, а где-то находится, ему тяжело учиться, и он учится 2 часа. Коля кого-то. Молодец. Без вопросов. Но если человек находится в учебных рамках, и он не учится. Минимальное время, которое определяет эти учебные рамки, бездельник. И какое мы там выучили с вами страшное ругательство на иврите? Бли-я-аль. 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 И мы сказали, как это ругательство расшифровывается? Без чего? Без ерма Всевышнего. Бли-оль-шамайм. Это наше страшное ругательство. И если человек так делает, то напрашивается именно это ругательство. В Шамбале? Да. В Шамбале? Да. В противном случае, согласно закону Торы, то есть если он не учится денно и ношно, он своей обязанности не выполняет, так как написано в книге Дворим, говори имя словами Торы, сидя в доме своем, идя дорогою, и относится к каждому еврею в равной степени. Ученые Талмуда объяснили смысл этой заповеди тем, что Тора должна быть главным и основным, а ремесло? К второстепенным. И здесь, мы в принципе это говорили на прошлом уроке, хотел это утрамбовать. Пустословие исключается вообще. Когда человек пустословит, он приступает к положительное предписание Торы, говоря имя. Какие слова должны быть? Слова Торы, если вы меня спросите. Так что, нельзя говорить по поводу того, там я иду покупаю одежду, я не могу спросить какой размер. Это не пустые слова, это вещи, которые необходимы, точно так же, как мы кушать нужно, пить нужно, дышать нужно. Как-то на операцию подключили к аппарату, включили сонный газ, я руками дергаю, дергаю. Они говорят, да не дергайся, сейчас уснешь. Я показываю им, сонный газ они включили, кислород нет. Ну, баруха шем, они глянули, куда я пальцем тыкал, у меня было лет 15 тогда. А, ну да, забыли. И все, я услышал, забыли. До этого я держал себя, не знаю как, потому что без кислорода тяжко. Нет, ну на самом деле я-то был подключен к аппаратам, поэтому они бы в тот момент, когда я перестал дышать, они бы это увидели. Поэтому, скорее всего, бы откачать смогли, если сразу, то откачать достаточно легко молодого пацана. Это не вопрос. Но все равно неприятное ощущение, когда вдруг не капельки кислорода, а только сонный газ. То, поэтому есть вещи, которые необходимы. Если вы делаете по необходимости, вы говорите по необходимости. Можно разговаривать с женщинами? Все понимают, откуда звучит этот вопрос? Вот, какая мишна? Первый. Первый перкевод, в первом мишне этого нету? Я говорю, первый е, первая глава. Первая глава, пятая мишна. В альтер бессихай маиша. И немножко беседу с женой, бейштомру. Даже про его жену это сказали. И тем более, если это жена кого-то другого. Вопрос сейчас, если это просто так? Про жену сказали, так с женой не заговорить? Только поделываю. Так вот. Не надо приумножать, скажем. То есть не говорить после каких-либо вещей. Значит, написано, многие комментаторы говорят, первый год можно и нужно приумножать. Потом то, что нужно, нужно. То, что не нужно, не нужно. Наверное, есть книжки, которые объясняют, как себя вести. Много. Поэтому здесь мы говорим, есть много вещей, которые необходимы. В жизни они пустыми не являются. Но, я думаю, что все прекрасно знают, сколько бесед у вас просто ни о чем. С женщинами? С вообще-то с вами. С какими женщинами? С братьями? С какими? С твоими? Все наши братья? Меньшими. Нет, ну это мы говорим после того. Это мы говорим лишним. То, ладно. О том, кто оставляет мало времени для изучения Тора, говорят мудрецы в Медраше, что он отвергает Тору. И в этом духе истолкован стих. Экла асотла ашем. Аферу Торо Теха. Время действовать для Бога. Они отвергли учение твое. Здесь есть несколько разных вариантов, как трактуется. Но здесь именно взят вариант. Они отвергли учение. Поэтому нужно действовать сейчас для Всевышнего. И даже нищий, обивающий пороги, обязан всю остальную часть дня и ночи заниматься Торой. Тому, кто живет за счет собственного труда. А Тору учит лишь в установленные часы. Разрешается заниматься работой и торговлей. Как сказано в Торе, собирать будешь хлеб твой. Я не буду сейчас вдаваться глубоко. Есть интересный большой спор. Может быть, как-нибудь по поводу него сделаем урок отдельно. По поводу Раби Шимон Барьохай. Который выходит из пещеры. После 12 лет, когда он скрывался от ремлян. После того, как он их... Я бы не сказал даже громогласно. Очень... Их было... Их 4 человека сидело. Раби Уда, Раби Йоси, Раби Шимон. И еще один товарищ. Который был не из учеников Раби Акива. И когда один сказал, что то, что делают, для пользы делают. Второй сказал... Второй промолчал. Раби Шимон сказал, что все, что они делают для себя. Они совершенно не думают про пользу для евреев. Дороги для себя. Мосты для себя. Бани для себя. Все они это делают для себя. И после этого... Там... Одного похвалили. Четвертый рассказал это ремлянам. Или рассказал это кому-то. В итоге это дошло до ремлян. И... Раби Шимона приговорили. И он убегает вместе со своим сыном на 12 лет. Прячется в пещеру. И 12 лет проводит в пещере. Все 12 лет он там занимается изучением Торы. В качестве одежды ему служит... Песок. Они закапываются в песке. Чтобы одежда меньше изнашивалась. Они ее одевают только там... Что-то в этом духе. Кушают они... Плоды оливкового... Рожкового дерева. Который Всевышний там вырастил. Вода там была в пещере. И через 12 лет он выходит. И увидел, что люди пашут, сеют. В будень. И он рассверепел. Они могут учить Тору. И они сейчас... Работают вместо этого. И написано, что там птицы начали над ним сгорать. И так далее, и так далее. Всевышний сказал, ты хочешь разрушить мой мир? Вернулся в пещеру еще на 12 месяцев. И он вместе возвращается в пещеру еще на 12 месяцев. После того, как он вышел, он уже не свирепеет так. Но по-прежнему остается спор, который приводит к гоморам. Что он говорит, что еврей должен учить Тору. Работу за него сделает кто-нибудь другой. Раби Шимон Бар-Юхай. Хотя мудрецы говорят там, что нужно делать и то, и другое. И написано, что в принципе и тот прав, и тот прав. Но многие делали, как сказал Раби Шимон Бар-Юхай, и, как правило, не преуспели. И делали, как мудрецы, и преуспели. То есть мы видим, что гомора в принципе не хочет сказать, что это совершенно неправильно. Она говорит, что практически никому это не подходит. Для таких выдающихся людей, как Раби Шимон Бар-Юхай, да, это подходит. Но таких их практически нет. Для остальных людей работать, да, надо. Но в любом случае у нас есть такой момент. Но не разрешается заниматься пустословлем, не говорить, не слушать. Ибо в любое время, когда человек не занят своим промыслом, он обязан учить Тору. Каким образом? Самый простой вариант. Выучи наизусть. Несколько отрывков. И в тот момент, когда у тебя свободное время, даже когда книжки у тебя под рукой нет, что ты делаешь? Повторяй. Взял и повторил наизусть. Еще одну Мишну, еще две Мишны, еще десять Мишнает. Вспомнил и проговорил себе вслух то, что ты слышал на этом уроке. То, что ты слышал на этом уроке. То, что ты читал в той книжке. То, что ты комментарии Раши читал. Идея, которая тебе пришла в голову из недельной главы. Вариантов миллион. Цена? Даже когда он в пути, и написано, говори ими, идя дорогой. И всякий же, кто может заниматься Торой, но не учит. Писание говорит. Слово Божье он унизил. И когда два человека сидят вместе и не говорят о Торе, то их называют, такой разговор называют сборищем шутов. Ты или им сам вначале? А бездельники, сидящие по углам, упоминающиеся в Талмуде, это простые люди, которые ничего не могут учить. Иешвея Кранот. С кем я недавно разбирал благословения перед Бет Медрашем? С тобой. Иешвея Кранот. То есть, это не значит, что они плохие люди. Поймите, что это разные понятия. Плохие люди и неграмотные, которые не учат Тору. Но в итоге человек, который не живет Торой, ему проколоться всегда намного легче. Он не знает, где граница прокола. Может быть, по наитии он будет делать правильные вещи. Вполне возможно. Но по наитии он будет обычно действовать, исходя из того, что он впитал из окружающей среды, как правильное. А если он впитал неправильное из окружающей среды, то что он будет делать? Неправильное. Потому что он плохой? Потому что он не знает, где граница. Как он может знать, где граница? Только если он будет это учить. Если он не будет учить, шансов нет никаких. То есть, реформисты, они в принципе неплохие люди. Смотри. Скажем так. Тут я с тобой не соглашусь. По простой причине. Потому что я сейчас сказал, что плохой человек, это выражается не в том, что они не учат Тору. Плохой человек выражается в том, какие действия человек делает. Если человек делает плохие действия, особенно преднамеренно, то понятно, что он плохой. Если он делает непреднамеренно плохие действия, то мы скажем, он неплохой, он запутавшийся. Поэтому такое можно про многих из них сказать. Понимаете? Но если человек понимает, что он делает, и в наглую идет и делает, то даже если его запутали, он плохой. Это не просто. А? Нет, нет, нет. Это те же самые, те, кто борются сейчас на Коттеле, для того, чтобы часть Коттеля отдали реформистам. Для этого раз в месяц они готовы приезжать, чтобы отхапать себе кусок. Они туда едут не для того, чтобы быть рядом со Всевышним и молиться. Они едут, чтобы откусить у тех, кто соблюдает Тору. Это называется, извините меня, сделать, чтобы было плохо. И даже если они это делают из-за того, что их запутали, по-другому как плохими их тяжело назвать. Ведь они идут и делают плохие вещи, и они понимают, они знают, что они это делают не ради близости к Всевышнему. Если бы они по ошибке думали, что это близость к Всевышнему, я бы сказал, запутавшиеся. Так как они идут делать это, чтобы других отодвинуть от Всевышнего, то в таком случае, извини, плохие. Выговор по незнанию получает старейшина, потому что это мы много говорили, когда занимались второй главой. Я же говорю по незнанию. Выговор по незнанию. Тебя не было на тех уроках. Мы говорили о том, что у нас есть разделение на три части учебы. Одна часть это письменная Тора, вторая это устная Тора, то есть читать, слушать и так далее. И третья это Талмуд Тора, это то, что ты пропускаешь через себя и обдумываешь и рассуждаешь над этим. Так что это есть учеба, это часть Талмуд Тора. Более того, именно эта часть на самом деле и называется Талмуд Тора. До этого у нас есть письменная Тора, есть устная Тора, и это Талмуд Тора. Без этого ты никуда не двинешься, извини. Я вам как один из примеров привел, что вы слышали сейчас урок, и вы его для себя повторяете, как вы его поняли. Это обдумывание и есть. Это не в качестве магнитофона повторяете. И написано, блажен человек, который не сидит в сборище шутов и лишь к учению Божьему стремления его. Это самые первые псукимы в псалмах. А бездельники, сидящие по углам, упоминающие Талмуд, это простые люди, которые ничего не могут учить. Поэтому, говорится, пребывание в синагогах амаарцев, исторгая человека из жизни, человек, который, да, приходит, но он... Чем он занимается там? Он приходит в синагогах, он ничего не знает. Чем он будет там заниматься? Болтать. Это не заслуга. Это ровно наоборот. То у нас остался еще один маленький отрывочек, на этом мы разберем, может быть, сразу после обеда. Мы в третьей главе больше уделяли внимание концентрации, в частности, на то, помогает или наоборот, мешает женитьба. Мы сказали по поводу пустословия. И сейчас он добавляет еще один интересный момент. Не только пустословием нельзя заниматься, но даже мемерскими науками. Ибо сказано, говори ими, не привешивай к торе других речей. Некоторые уже падают в обморок. Так, если что, подхватите соседа, чтобы не упал. если же кто-либо, выучив всю тору, скажет, я познал еврейскую мудрость, пойду-ка изучу премудрости других народов, то ему нужно вспомнить, написано в Айкра, уставы мои соблюдайте, чтобы ходить по ним. Нет у тебя права освободиться от них. уже не говоря о том, что ученый Торы, который должен посвящать ей день и ночь, не может отвлечься от нее, как говорят в Талмуде. Пусть он найдет время, которое не относится ни к дню, ни к ночи. и занимается ими, науками имеется в виду, светскими. Тем не менее, иногда в нерегулярном порядке можно Талмидха Хаму, именно Талмидха Хаму, но не остальному люду, изучать другие науки, чтобы извлекать из них поучение, нужное для Торы. Как Рамбам, да? Ты можешь сказать, как Рамбам, как Маараль, как Вилинский Гаон. Мы можем набрать достаточно много людей, которые были очень большими величинами в разных областях. Рамбам как раз здесь плохая, плохой вариант. Почему? Объясняю почему. Потому что Рамбам занялся медициной из-за отсутствия выбора. Пока у него был выбор, может быть, мы этого не знаем, честно говоря, я не видел, по крайней мере, чтобы это было где-то написано четко, мы не видим, что он занимался медициной до того, как умер его брат, который не вернулся, который содержал и свою семью, и семью Рамбама. До этого мы не видим, что он серьезно занимался медициной. Логично предположить, что он немножко на уровне, по крайней мере, связанном с гморой, он, да, занимался чуть-чуть медициной, потому что иначе чего его дернуло именно в медицину. Видимо, какая-то связь у него уже была, но не более того. Но если мы посмотрим морали, к примеру, у него и математика, и астрономия, и так далее, но снова таки, астрономия у нас используется достаточно много, математика, там, Веринский Гаон, извините за подробности тех, кто слушает нас, в частности, где он занимался? В туалете, все правильно. Значит, чего зря переводить время, если можно решать серьезные математические задачи, находясь в сортире, главное не увлекаться. Да. Я помню, что орбиграфер Амбрама, он пишет, что не рассчитывал заниматься медициной, но в итоге он всем ее полюбил, и принял это как дорога творца, что так... Согласен, но снова таки, он... Поэтому я и говорю, скорее всего, на любительском уровне у него это уже было до этого, но на профессиональный уровень он ушел только из-за того, что у него не было другого выбора. До этого он не был врачом. Он не хотел другой выбора, он так и пишет, что для него это был идеальный вариант. Смотри, здесь многие люди, которые берут свое хобби и потом превращают его в работу и говорят, на самом деле эта работа для меня идеальна. Кстати, скажу, не для любого человека хобби, даже любимое его хобби будет идеальной для него работой. Для многих это идеально отдушина, но не идеально по жизни. для некоторых иногда превращается хобби в работу и говорят, вау, сейчас он читал про какого-то детка, который, выйдя на пенсию, начал делать ликеры и сейчас ему какой-то профессионал попробовал его ликеры и сказал, у тебя ликеры высшего класса, не самые крутые, но говорит, и он начал сейчас заниматься. до сих пор это было хобби, которому он уделял чуть-чуть времени. Сейчас это хобби уже на пенсии, но превратил практически работу, профессию и заработок. То же самое было, судя по всему, с Ромбамом. Да, скорее всего, он уже с медициной был на ты. В частности, через ГМАРУ. В частности, потому что это его интересовало и так далее. Но выйти на профессиональный уровень это уже что-то другое. Однако, это не должны, даже когда мы говорим, что можно учить что-то другое, нужно для того, для богобоязненности или для этических правил поведения, однако, это не должны быть книги еретиков, то есть, языческих философов. Это он пишет в частности в пику Ромбама, который с Аристотелем, я имею в виду с книжками, естественно, Аристотеля, очень-очень дружил, и мы видим, что он цитирует и Аристотеля, и Плутарха, и так далее, весьма-весьма, то есть, он знает их. Здесь Альтерево пишет, они отрицали проведение и пророчество, не надо с этим связываться. Такие книги нельзя читать даже иногда, и нельзя из них извлекать поучение в этике или богобоязненности. Даже если они что-то умное сказали, исходя из неправильных постулатов, в итоге ты поймешь, что постулат неправильно, у тебя же все перевернется в голове, значит, то, что они сказали неправильно, даже если они сказали правильно. Иногда человек может сделать очень хорошее действие, вроде бы, исходя из самых низменных побуждений, и сказать, сделан хорошо или нет, это сложный вопрос. То есть, вроде бы, поверхностно мы смотрим, говорим хорошо, а если мы смотрим вглубь, то очень часто от этого ущерба намного больше, чем польза. Одна из причин, по которой подавляющее большинство раввинов категорически против того, чтобы принимать помощь христиан, которые любят евреев. по этой причине. То есть, то, что дело, они делают, но они-то делают это для чего? Чтобы возвеличить ежку. И получается здесь, что вроде бы дело, вроде бы хорошее, но подавляющее большинство раввинов категорически против. я говорю сейчас про всех раввинов. хаббат. хаббат. Это альтер обе. Основатель хаббата. с которым не спорит ни один хаббатник. Никогда. Точка. Точка. Поэтому, когда слова их приводятся в еврейских книгах, надо быть с ними осторожным. Эти книги имели в виду мудрецы, говоря, что тот, кто читает внешние книги, не имеет удела в грядущем мире. Мудрецы прежних поколений изучали их лишь для того, чтобы отвечать на них и укреплять нашу веру. То есть, другими словами, он, в принципе, согласится, что если кто-то скажет, мне нужно подготовиться к диспуту с ними, я хочу прочитать их мнение, чтобы знать, что им отвечать, чтобы подготовить свою аргументацию. В таком случае, что мы скажем? Конечно, ему можно. Да. И это было вызвано необходимостью того времени дать ответ языческим еретикам. Сегодня у нас не языческие, но еретиков, к сожалению, хватает, с которыми тоже нужно вести иногда диспуты, хотя они обычно вставляют такие бронебойные пробки в уши, что веди диспут, не веди диспут, ты ведешь его с каменной стеной, или так. В принципе, когда мы говорим, здесь нужно понять, сейчас я хочу чуть-чуть смягчить травму, которую нанес последним отрывком, здесь я хочу вставить две вещи, совершенно не противоречат тому, что написано, если вы поймете их, то вы поймете, что это совершенно не так уж страшно. Первое, если человеку это необходимо для работы потом, то мы рассматриваем это как работу. Что мы сказали? Работу по мере необходимости нужно делать работу, если у тебя есть необходимость учить это, учить это, учить это, учи. Это один момент. Второй момент, который мы сейчас говорим, мы сейчас говорим про человека, который внутри. По поводу человека снаружи приведу не хаббатский вариант, но я уверен, что Альтер с этим тоже бы согласился. В свое время я с ним сталкивался не один раз, но я у него не учился. Раф Хайм Коэн был такой литовский раф, ученик Раф Зильбера, который преподавал в Махун-Леве и так далее. И он как-то рассказывал, что когда он пришел совсем-совсем зеленый, середина 70-х, Раф Зильбер только приехал в Израиль через несколько лет, но он уже знали, что он большой праведник и преподавал. И к нему пришел Хайм, который совершенно не был Рафом на тот момент, и религиозом он тоже совершенно не был на тот момент, пришел к нему с вопросом. Вопрос звучал следующим образом. Правда, что нельзя держать больших собак, у него был волкодав. Раф Зильбер спросил, что ты спрашиваешь, он сказал, вот у меня волкодав и так далее. Он фактически вся его жизнь работал и у был волкодав. То есть ничего другого у него в жизни не было. он еще не был женат, но женился позже. Значит, уже после того, как Хазар бы чего. И ну, он, к сожалению, умер молодым, но ему там было лет 30, что-то в таком духе. И Раф Зильбер ему сказал смешной ответ. Я скажу, что ответ неправильный. Не потому, что я знаю столько, Раф Зильбер знает столько. Ровно наоборот. Я знаю столько, Раф Зильбер знает, дотянуться не могу, извините. Сколько Раф Зильбер знал. Раф Исхак Зильбер. Но почему я говорю, что ответ неправильный? Кто я такой? Какой еще ответ ты сказал? Какой он дал ответ? А может это не про твою собаку написано? Что сказал, что ответ неправильный? сказал Раф Зильберу. Потом через несколько лет, когда он начал учиться и сам это выучил в Шурхана Рухе. Говорит, я нельзя. Почему вы мне сказали? Потому, что я бы тебя оттолкнул и ты бы не стал учиться. То есть, в данном случае неправильно это не неправильно с точки зрения того, что он сделал ошибку. Никакой ошибки он не делал. он преднамеренно сказал неправильный ответ для того, чтобы помочь человеку сделать первые шаги. поэтому когда мы говорим про людей, которые хозрим и чува или мы говорим про идеальное состояние, это два разных момента. То, что здесь написал в этой главе Альтеребе, речь идет здесь про кого? Про то, как надо идеал. В жизни иногда уравин идет и говорит, и неровин тоже. Я сейчас говорю про соблюдающих естественных людей, а не про тех, кто говорят, ну, что-нибудь я соблюдаю, что-нибудь не соблюдаю, не про них. Они меня сейчас не интересуют. Я говорю сейчас про соблюдающих. Есть ситуации, где мы говорим, да, лоли хадхила, бде ават. И поэтому, когда мы говорим про бде ават, там очень много вещей есть место разрешить. Я еще раз повторю, я сейчас говорю не про человека, который скажет, часть, которая мне удобна, я буду соблюдать, часть, которая мне неудобна, я не буду соблюдать. Да, человек может сказать, я буду стараться больше делать лих хадхила. Человек может сказать, здесь я вижу, что у меня есть необходимость или не у меня, а я вижу необходимость, отвечая там Яакову, дать ему возможность бде ават, потому что есть необходимость на данный момент в этом бде авате. поэтому мы должны это очень четко понимать, что если хадхила и оно достаточно жесткое и очень часто его тяжело или почти невозможно принять, а есть много вещей, которые в этой жизни бде ават и которые необходимо принимать больше или меньше, потому что они бде ават. на этом я закончил третью главу. Я закончил третью главу.